Здравствуйте, в эфире программа Патруль и я ее ведущий Вячеслав Чаптыков. Скрылся с места ДТП, опрокинул машину, сел пьяным за руль и на вовведение для автовладельцев с 8 и более местами. Поехали! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность водителя и его местонахождение. Им оказался 23-летний житель села Хемчик Байтайгинского района, который после аварии скрывался в городе Шаганар Улукхемского района. Сотрудники уголовного розыска доставили в козыл водителя и транспортное средство для дальнейшего разбирательства. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. 1 ноября около 3 часов ночи в дежурную часть поступило сообщение о том, что на седьмом километре автодороги Кызыл-Эрзин произошло опрокидывание автомобиля. Сотрудники госавтоинспекции, прибывшие на место происшествия, установили, что 22-летний молодой человек, управляя автомобилем марки Toyota Allion, двигаясь в южном направлении, не справился с управлением, в результате чего допустил опрокидывание транспортного средства. В результате аварии в реанимационное отделение медицинского учреждения со множественными тяжелыми травмами был доставлен водитель, 22-летний житель поселка Сукпак. По информационным базам данных госавтоинспекции установлено, что молодой человек не имеет водительского удостоверения. В момент дорожно-транспортного происшествия водитель не был пристегнут ремнем безопасности. За прошедшую неделю сотрудниками ГИБДД на территории республики задержано 60 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, 36 из них в городе Козылин. Сотрудники госавтоинспекции во время рейда заметили подозрительную машину. На требования полицейских остановиться водитель не отреагировал. Около 10 минут погони привели водителя иномарки к бездорожью, но и этого его не остановило. Он пытался скрыться с поля зрения дорожных полицейских до тех пор, пока его машина не провалилась в яму. Однако и тут он попытался скрыться, выбежал из машины и хотел спрятаться в поле, но сотрудники его успели поймать. Водителя за управление авто в состоянии алкогольного опьянения лишили права управления. Кроме этого, ему нужно заплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Среди задержанных нетрезвых водителей оказались 7 женщин. Во время рейдовых мероприятий «нетрезвый водитель» сотрудники госавтоинспекции остановили иномарку, за рулем которой была девушка. Автоледи утверждала, что запах алкоголя исходит от нее потому, что она только пригубила. Но на деле оказалось, что девушка выпила больше. Во время мета-свидетельствования прибор показал 0,27 промилле. 27 миллиграмм на литр ваше состояние установлено. Бывают водители с большим стажем вождения, а этот с большим стажем лишения прав управления. По словам водителя, его лишают уже в третий раз. Сам молодой человек не отрицает, что пьян, его только смущает наличие при проведении процедуры выявления состояния алкогольного опьянения съемочной группы. Согласны пройти отсидеться на нашем приборе дропералка? Согласны, да, пройти отсидеться? Кроме того, сотрудниками дорожно-патрульной службы задержано 86 водителей, управлявших транспортными средствами, не имея на это права. В соответствии с законодательством им грозит административное наказание в виде штрафа от 5 до 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. Водители, садясь пьяными за руль, хоть на секунду задумаетесь о своей жизни. Алкоголь даже в малых дозах лишает водителя возможности осуществлять контроль за движением. В состоянии опьянения притупляется внимание, нарушается координация движений, снижается реакция. Нетрезвые водители превышают допустимую скорость движения, совершают опасные маневры, пренебрегают требованиями дорожных знаков и сигналов светофоров, и как следствие становятся участниками и виновниками ДТП, в которых травмируются и погибают люди. Эта минутная слабость может стоить кому-то жизни. Быстрая езда захватывает дух, но иногда и жизнь. Вы готовы выиграть несколько секунд и подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь пассажиров? Каждый день задерживают десятка нетрезвых водителей. Сколько молодых в жизни удалось спасти, а сколько нет. Рано или поздно каждый нетрезвый водитель приводит к смерти. Всегда. Знаете, какое ДТП носит больше всего жизней? Выезд на встречную полосу. На дороге нет сильных или смелых, есть лишь умные и глупые. Не мамины руки и не мягкая игрушка, а только детское удерживающее устройство способны сохранить жизнь вашему ребенку в случае дорожно-транспортного происшествия. Дайте автокреслу шанс спасти вашего малыша. Казалось бы, автокресло – это мелочь, но эта мелочь имеет огромное значение. Наибольшую опасность представляет собой автомобиль, который едет быстрее, чем способен думать ее водитель. Помните, беда редко приходит на скорости ниже 60 км в час. Чтобы быть в памяти детей завтра, нужно быть в их жизни сегодня. Взрослые, помните, вы явились на свет без запасных частей. С 1 ноября владельцы частных автобусов, автомобилей с 8 или более пассажирскими местами и грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса которых превышает 3,5 тонны, обязаны установить тахографы. Одновременно с этим требованием вступают в силу и штрафы за его нарушения. Они различаются для водителей и для владельцев транспортных компаний. В соответствии с законом, тахограф – техническое средство контроля, обеспечивающее непрерывную, некорректируемую регистрацию информации о скорости и маршруте движения транспортного средства, о времени управления транспортным средством и отдыхе водителя транспортного средства, о режиме труда и отдыха водителя транспортного средства, управление которым входит в его трудовые обязанности. Иными словами, это специальные приборы для контроля скорости маршрута, а главное – соблюдение водителем режима труда и отдыха. Какие требования действуют к установке тахографа, они приписаны в постановлении правительства России, которое также вступает в силу с 1 ноября. Тахограф должен быть опломбированным в установленных местах, иметь настройку, проведенную не позднее трех лет до дня предоставления транспортного средства на очередной технический осмотр, а также выводить на печать всю положенную информацию. По новой редакции для водителей штраф за выход на линии без тахографа или их блокировка вырастет до 3-5 тысяч рублей. Должностные лица, выпускавшие на линию транспортное средство с неисправным тахографом или без него, заплатят штраф от 7 до 10 тысяч рублей. Индивидуальных предпринимателей оштрафуют на сумму от 15 до 25 тысяч рублей, а юридических лиц от 20 тысяч до 50 тысяч рублей. До вступления в силу этого закона максимальная санкция по данной статье не превышала 3 тысяч рублей, и штраф за подобные нарушения платил фактически сам водитель. На этом выпуск программы «Патруль» подошел к концу, и в заключение напоминаю наши контакты. Адрес электронной почты и телефоны редакции на ваших экранах. Смотрите программу «Патруль» также на YouTube-канале Тувинской единой службы информации. Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. До свидания.